Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях. В эфире новости телекомпании ТВИ, в студии Татьяна Зайцева и вот некоторые темы этого выпуска. Работа общественного транспорта, уборка мусора и компьютерная грамотность для ветеранов. На аппаратном совещании в городской администрации обсудили наиболее актуальные темы. Истинный подвиг «Магнитки» кинолетописец Владимир Новиков находит новые страницы трудового вклада ММК в победу в Великой Отечественной войне. По-домашнему вкусно. Хоккеисты «Магнитогорского металлурга» одержали очередную победу на родном льду. А сейчас о этих и других событиях более подробно. Тема общественного транспорта, а также вопросы санитарной уборки города были сегодня основными на очередном аппаратном совещании в администрации города. Заслужил доклады и Павел Берсенев. О работе Управления инженерного обеспечения транспорта и связи в 2015 году и первом полугодии 2016 года рассказал его начальник Никита Кострыкин. Отдельно он остановился на теме пассажирского транспорта. Хотя особый контроль над маршрутками должен навести наконец-то порядок на дорогах Магнитогорска, исполняющий обязанности главы города Сергей Бертников отметил, что проблем с пассажирским транспортом у нас по-прежнему хватает. К сожалению, состояние перевозок остается у нас, будем говорить, несколько несоответствующее нашим ожиданиям. И попросил бы особое внимание уделять не только на законность перевозок, когда вы проверяете соответствие документов и прочего, но и на соответствие автомобилей, как техническим показателям, так, наверное, и эстетическим, то есть состояние салонов. Далее об обучении основам компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов рассказала Ирина Михайленко, начальник управления социальной защиты населения. Сейчас такие курсы проводятся во всех районах города, в комплексных центрах. И, как показывает практика, занятия по-настоящему востребованы. В очередь на сегодняшний день, то есть, ожидают обучения на курсах после подачи заявления от 3 до 4 месяцев. Это как раз является показателем того, что услуга действительно востребованная, она будет развиваться дальше. Посредством волонтерского движения и привлечения социальных правил. Далее речь зашла о нарушениях правил благоустройства. Об этом рассказала Марина Зинурова, начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля. За неделю было выписано несколько протоколов за повреждение зеленых насаждений, сжигание бытового мусора, сброс строительного грунта. Из 47 несанкционированных свалок 14 было ликвидировано. Давайте обратимся к жителям, потому что этот мусор, который сегодня мы видим, это точно не из Челябинска сюда привезем. Это все наши жители. Давайте активизируем обращение к жителям с тем, чтобы все-таки помогали просто не мусором. Максим Безгодов, директор дорожного специализированного учреждения, рассказал, что за неделю в ходе ямочного ремонта было уложено 2438 квадратных метров асфальта. Я прошу все-таки еще раз заострить внимание, проработать со своими службами. Те деньги, которые мы сегодня выделяем на вот эти вот ямочные ремонты, они тем не менее должны проводиться качественно, и все-таки вот эти вот заплатки, они должны стоять не один сезон. Павел Берсенев, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН Продолжаем программу. 10 сентября Россия отмечает День танкиста. Этот праздник был учрежден в далеком 1946 году во знаменовании больших заслуг танковых войск в разгроме противников в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей в оснащении вооруженных сил страны бронетанковой техникой. Жители нашего города знают, что магнитка сыграла в этом не последнюю роль, ведь каждый второй танк был сделан из магнитогорского металла. Однако в городе есть энтузиасты-историки, которые утверждают, эта статистика сильно занижена, и истинный подвиг к магнитке так и остался по достоинству неоцененным. Возмутителем спокойствия стал известный в городе кинолитописец Владимир Александрович Новиков. В 70-х годах он организовал на магнитогорском металлургическом комбинате «Кинокорпункт», который занимался съемкой документальных фильмов. Работа над одним из проектов «Стальное сердце Родины», посвященном броневому металлу, неожиданно завела его в тупик. Напомним, помимо ММК, броню для фронта делали Кузнецкий и Нижне-Тагильский комбинаты. В ходе съемок выяснилось, как и «Магнитка», оба предприятия заявили, каждый второй и третий танк соответственно наши. Простейшие математические расчеты показывали, такого быть не может. Пытаясь разобраться, Новиков вынужден был отправиться в экспедицию. При изготовлении этого фильма о магнитке, мне пришлось встретиться на заводах Челябинске и Свердловске с людьми, которые делали танки. И когда с ним побеседовали, говорят, что мы, кроме брони Магнитогорска, не знали никакой другой враги. Официальные запросы на все три комбината с просьбой предоставить конкретные цифры по выпуску броневого металла ничего не дали. Выяснилось, что в послевоенные годы вся документация была изъята военной цензурой. Можно вроде было ставить точку, однако Владимир Новиков посчитал делом чести разобраться в ситуации. Он прекрасно знал, к началу войны броневой противоснарядный металл катал только Мариупольский Стан-4500. И после эвакуации из завода его получила магнитка. А на чем же тогда катали броню другие комбинаты? Я этим следом в начале занимался один, а потом привлекал и на других заводах, и в Магнитогорске. Большая группа у меня работала. Она не постоянно работала, но они мне собирали материал. Однако найти ответы на волнующие вопросы в 70-х годах не удалось. Все архивы были закрыты. На сбор информации ушло около 30 лет. Новикову пришлось немало поездить по заводам, где и были найдены вот эти две книги, рассказывающие о военной истории, делающих броню предприятий. Из них выяснилось, что специалистам Нижнетагильского комбината так и не удалось перекроить эвакуированный из Кировска противопульный броневой стан-3500. Он выпускал только тонкую броню. Металл для защиты от снарядов гнал листовой стан, который попутно выполнил еще заказы и для мирных целей. На Кузнецком комбинате бронькатали, блюминг, листовой и рельс обалочной станы. Там работал один блюминг, у нас работал блюминг и работал броневой стан. На броневой стан является примерно пятикратной мощностью блюминга. Значит, в Магнитогорске в годы войны работало шесть блюмингов. По обрывочным данным из этих книг удалось также установить примерные объемы броневого листа, поставляемого предприятиями на танковые заводы в годы войны. На Нижнетагильском комбинате они составили около 90 тысяч тонн, на Кузнецком – более 250 тысяч тонн. Магнитка же на стане 4500 только в год катала до 400 тысяч тонн брони. Однако данных по общему объему проката, поставляемого с 1941 по 1945 годы на танковые заводы, на ММК не сохранилось. Но упорный Новиков все же вывел эту цифру. Узнав в госархиве, что за годы войны было произведено около 90 тысяч танков, прокатчик по профессии Владимир Александрович легко высчитал потраченную на них броню. Получилось более двух миллионов тонн. 85 процентов мы сделали брони. К сожалению, без официального подтверждения все это лишь гипотеза. Владимир Александрович очень надеется, что в нашем городе найдутся инициативные люди, которые смогут доказать истинность этих предположений, открыв новые страницы трудового подвига магнитки в военные годы. Татьяна Артеменко, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Аллея звезд, расположенная в сквере имени Арджиникидзе, пополнилась еще одной звездой. Установлена здесь в честь 85-летия первичной профсоюзной организации группы УАО «ММК». Торжественное открытие новой звезды состоялось сегодня в присутствии руководства градообразующего предприятия, профсоюзной организации и администрации города, рассказывает Юлия Никифорова. И пришли на свет костра молодые мастера из далекой до военной квартиры. Торжественное открытие звезды первичной профсоюзной организации группы УАО «ММК» прошло в теплой праздничной атмосфере. Вместе с самодеятельным хором ветеранов «Магнитка» гости дружно пели гимн нашего города. В числе участников торжества был исполняющий обязанности главы города Сергей Бердников, генеральный директор УАО «ММК» Павел Шиляев, руководство профсоюзного комитета комбината всем составом. Среди гостей праздника был замечен находящийся в отпуске Виталий Бахметьев. Звезда стала подарком градообразующего предприятия своей профсоюзной организации, которая в этом году отмечает 85-летие. Правком ММК сегодня – одна из самых многочисленных профсоюзных организаций нашей страны. Она была организована в 1931 году. Сегодня в городе проживает 415-417 тысяч жителей. Из них работающих или членов профсоюза на сегодняшний день и города, и группы компаний, муниципальные предприятия, 50 709 и 23 200 человек – это неработающих пенсионеров. Магнитка и комбинат – действительно единое целое. Все без исключения важнейшие события свершаются в тесном взаимодействии администрации города и руководства металлургического гиганта. Мы сегодня открываем третий, мне кажется, третий уже в этом году сквер, даже, может быть, выдан секрет. И не последний еще в этом году, еще у нас предстоят такие события. И я с гордостью, с искренней радостью говорю о том, что и в этом событии Магнитокорский металлургический комбинат принимает активное участие. Звезда правкома ММК стала 17-й по счету на славной аллее звезд сквера Орджоникидзе. И можно смело утверждать, что не последний. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. К другим темам. В этом году в Магнитогорске будет произведена отсыпка 45 тысяч квадратных метров поселковых дорог. Это стало возможным благодаря тому, что были выделены средства по проекту «Реальные дела». Напомним, программа «Реальные дела» была принята правительством Челябинской области и поддержана фракцией «Единая Россия» в законодательном собрании региона. На улицу Лихачева, которая находится на 12-м участке, впервые пришла дорожно-строительная техника. Здесь планируется сделать 4 тысячи квадратных метров дороги. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Отсыпка на данном участке производится скальным грунтом. Всего в этом году по программе «Реальные дела» выделено 8 миллионов на отсыпку поселковых дорог. Все-таки 45 тысяч метров квадратных отсыпать поселковых улиц – это хороший объем, конечно. И если бы не «Реальные дела», да, этого бы не было. В каждом из трех городских районов отсыпят по 15 тысяч квадратных метров поселковых дорог. А всего на сегодняшний день отсыпано и уложено уже 34 тысячи квадратных метров. Федеральная налоговая служба России создала единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В него войдет информация, призванная облегчить деятельность бизнесменов, а также сделать прозрачнее процедуру осуществления сделок между ними и заказчиками. Первое размещение сведений, содержащихся в реестре, было произведено 1 августа этого года на официальном сайте ФНС России. Реестр формируется на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином реестре индивидуальных предпринимателей, сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, сведений о доходе, а также сведений, содержащихся в документах, связанных с применением специальных налоговых режимов в предшествующем календарном году. Субъекты малого предпринимательства также могут самостоятельно вносить сведения в данный реестр. Такие сведения, например, о лицензиях, о заключенных контрактах, договорах, контактные данные, телефон, электронный адрес, либо сайт. Необходимо отметить, что предоставлять сведения из данного реестра налоговые инспекции не будут. Предприниматели могут получить необходимую информацию самостоятельно. Сведения размещаются в свободном доступе в интернете на официальном сайте налоговой службы. Формируются в ПДФ-формате и подписаны цифровой электронной подписью. Сегодня работники ГИБДД Магнитогорска провели урок безопасности для первоклассников 56-й школы. На уроке детям рассказали о важности использования юными пешеходами свето-возвращающих элементов в одежде и на ранцах. А также о том, какую важную роль играет детское кресло в автомобилях при передвижении по дорогам города. Уроки безопасности в младших классах стали для инспекторов ГИБДД доброй традицией. Воспитывать культуру поведения на дороге нужно с малых лет, уверены они. В таком возрасте ребятишки уже в состоянии усвоить, что дорогу нужно переходить, а не перебегать. И по пешеходному переходу, а нигде попало. Что велосипед следует везти по зебре, а не ехать на нем. Что в автомобиле нужно всегда пристегиваться ремнями безопасности. И что дорогу нужно переходить с поправкой на тех, кто пренебрегает правилами. То есть убедившись в том, что тебе предоставляет преимущество, даже если ты идешь по переходу на зеленый свет. Иначе может произойти ситуация, подобная этой. 1 сентября в день знаний был совершен наезд на пешехода, девочку, переходившую в проезжую часть, по регулируемому пешеходному переходу. К сожалению, это является типичным видом дорожно-транспортных происшествий на территории города Магнитогорска. Когда дети переходят дорогу с соблюдением мер безопасности по пешеходным переходам, водители, к сожалению, игнорируют требования пропустить пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершают наезды. В результате чего дети получают тяжелейшие травмы, после чего проходят длительное лечение и реабилитацию. С наступлением нового учебного года дни становятся все короче. Совсем скоро добираться в школу по утрам дети будут еще в сумерках. А возвращаться из кружков уже в сумерках. Очень важно, чтобы маленькие пешеходы были заметны водителям. Не у всех одежда иранца имеет световозвращающие элементы, но эта проблема легко решаема покупкой недорогих фликеров или так называемых светлячков. Инспекторы ГИБДД подробно рассказали детям о том, какую неоценимую помощь оказывает фликер водителям в темное время суток и какое имеет значение для безопасности пешеходов. В этом году основной акцент мы сделали на использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей, а также использовании световозвращающих элементов на одежде, которые позволят водителю в темное время суток, а это именно ранним утром, когда осенью дети будут идти на занятия в школу, вовремя заметить ребенка, чтобы предотвратить наезд. В конце урока всем детям инспекторы вручили памятки, которые первоклашки вклеили в дневники, чтобы почаще в них заглядывать и в итоге выучить на зубок. Таких памяток полицейские приготовили 25 тысяч экземпляров. Спонсором выступила одна из частных компаний. Памятки получат все учащиеся Магнитогорска с 1 по 5 класс. Татьяна Зайцева, Владислав Гусев, телекомпания ТВН. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский металлург по-прежнему не теряет очков на родном льду. Накануне подопечные Ильи Воробьева одержали очередную домашнюю победу. Судьбу встречи с рижским «Динамо» решила игра в неравных составах. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Игры против рижан для металлургов последние годы складываются непросто. И в этот раз магнитогорцам тяжело давалась каждая атакующая попытка. «Динамо» выстраивало мощные оборонительные редуты, так что зрелищным этот матч с самого начала назвать было нельзя. Открыть счет хозяевам помогло то, что соперник на старте сезона откровенно слабо действует в меньшинстве. С первой же попытки Крис Ли реализовал численное преимущество, забросив свою дебютную шайбу в новом чемпионате. Но затем надолго наступило затишье. Хоккей сейчас состоит из двух вещей. То есть, вы же не видите, видите, у нас нет ни раскаток, ни закаток. То есть ни у кого нет. У нас немножко там было поначалу. А так это давление и выход из-под давления. И две вещи. Блокирование бросков. И вот этот весь хоккей. На 34-й минуте магнитогорцы, казалось, поймавшие свой ритм, не кстати нарушили правила. И гостям в расстановке 6 на 5 удалось использовать отложенный штраф. В какой-то момент рижане даже перехватили инициативу, и болельщикам магнитки стало тревожно. Но Василий Кошечкин при поддержке партнеров сумел выстоять. А под занавес встречи игрок «Динамо» глупо удалился за умышленный сдвиг ворот. И Войтек Вольский, переведенный в первую спецбригаду большинства, открыл счет своим голам в этом сезоне. И поставил победную точку. Поменяли большинство. И вроде как, что-то неплохо сработало. Потому что это была проблемная зона. Конечно, проблемная. Мы наносили там и достаточное количество бросков, и те, которые в прошлом году у нас заходили, пока у нас так сложно с этим. Но поменяли. Неплохо сработало. 2-1. «Металлург» пока завершает домашние матчи со стопроцентным результатом. Утром в пятницу главный тренер команды Илья Воробьев отправился в расположение сборной России, которая готовится к Кубку мира. Так что ближайшие несколько недель магнитогорцы проведут без него. Каждый день буду поддерживать свои скайпы, вайберы. Что там же современное, есть ватсапы. Буду поддерживать, буду переживать. И там работать. И помогать, стараться. Майк Пелина остается за меня. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. И в завершении выпуска информация для автомобилистов. В связи с проведением 50-го всероссийского легкоатлетического пробега «Азия-Европа», посвященного памяти Бориса Нагибина и акции «Я выбирая спорт», 10 сентября будет прекращено движение транспортных средств на двух участках дороги. На период старта соревнований с 9.45 до 12.00 автомобилисты не смогут проехать по проспекту Пушкина от улицы Маяковского до улицы Рубинштейна. С 12.00 до 14.30 движение будет прекращено по следующему маршруту. Площадь Победы, проспект Пушкина, улица Кирова, улица Профсоюзная, улица Зеленцова, Центральный переход, улица Октябрьская, улица Набережная. Автолюбители просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте. А о самых заметных событиях уходящей семидневки вам расскажет Игорь Гурьянов. Программа «Время. Местное. События. Недели» выйдет в эфир в субботу и в воскресенье в 15.45. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 10 сентября. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы. Открытое акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. По данным интернет-портала rp5.ru, завтра, 10 сентября, в городе ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Отдельные порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 7 градусов. Днем 13-14 градусов тепла. Прогнозируется низкое атмосферное давление от 719 до 721 миллиметра ртутного столба. Продолжение следует...